Ой, хоккей нам не нужен, но эта фраза точно не имеет отношения к Ове, она ассоциируется только с одним человеком, Николаем Озеровым, народный артист Советского Союза, самый известный спортивный комментатор, родился ровно сто лет назад. Я думаю, что они будут играть четыре форварда. А еще что? Главное узнать, какой сюрприз они нам приготовили. Все, понимаете? Знаешь, давай завтра поменяемся. Ты сядешь на мое место, а я вместо тебя брехать буду. Это надо, брат, уметь. Многие пытались. Пожалуйста. Спортивная трансляция без голоса Озерова, как сводки Софинформбюро без Левитана. Так любили говорить советские болельщики, а с трибун кричать. Дядя Коля Озеров, комментатор наш, из Дворца Ледового ввел свой репортаж. Молодчина! Молодчина, Наташа! Брата вас совершила чудо! На наших глазах она превратила бронзу в серебро, серебро в золото! Для всей страны Озеров был не просто комментатором. Начинаем нашу спортивную передачу. По сути, создатель жанра современного спортивного репортажа. Двери для него были всегда открыты. Ты включил телевизор, включил радио, и вот он рядом с тобой. Родной, любимый, бархатный голос. И ты понимаешь, что с тобой с экрана разговаривают интеллигентно. Что с тобой беседуют на таком великолепном русском языке, который можно было, наверное, получить благодаря тому, в какой семье он родился. Его отец, народный артист РСФСР, был знаменитым тенором Большого театра. Мать актриса. Брат Юрий стал кинорежиссером. Николай окончил актерский факультет ГИТИСа и почти 30 лет служил в Амхате. Началось, правда, все с конфуза. В одной из пьес молодой актер постеснялся обнимать партнершу, жену знаменитого оперного певца Сергея Лемешева. Лемешев был учеником отца. Приходил к нам, занимался у него, и я его часто видел. С женой Лемешева у меня ничего не получалось. Я стеснялся ее обнять, стеснялся прижать. Почему никак? Ну, почему? Ну, не такой еще нахал, деликатный. Пришел в художественный театр, артист. Несмотря на амплуат драматического актера, Озеров в основном играл комичных персонажей. Самый запоминающийся – хлеб из пьесы «Синяя птица». Это были всегда дневные спектакли в 12 часов в «Амхате». И он всегда на это время откладывал все дела, он играл хлеб. Ну что, как вы меня находите? Хорош? Хорош! «Синяя птица» – это обязательно. Я видел Николая Николаевича на сцене. Обязательно. Если театр в жизни Озерова – это семейное, то спорт он выбрал сам. В 9 лет увлекся теннисом. В 13 – первый титул. Чемпион Москвы среди мальчиков. 45 раз становился чемпионом Советского Союза, а в 25 лет получил звание заслуженного мастера спорта. Днем Озеров играл в спектакле, а вечером выдавал представление на корте. Предложение попробовать себя в совершенно необычной роли спортивного комментатора Озеров получил от радиокомитета СССР. Дебют 29 августа 50-го года. Матч чемпионата страны по футболу между «Динамо» и «ЦДК». После этого две недели не спал. Ждал вердикты, которые должны были вынести радиослушатели. Счет оказался в его пользу. Из 40 писем – 37 положительных. Так и началась карьера. Новый прорыв к воротам советской команды. Яшин устремляется к мячу, падает, его ударяют в лицо, и он выпускает мяч. Но был свисток. Судья не засчитывает гол. Он говорил, что я готовился к матчам заранее. Я приезжал на стадион часа за четыре. Я встречался со всеми. И с игроками, и с тренерами, и с администрациями, с массажистами. Все, кто рядом был с командой, я со всеми общался. Поэтому его любили спортсмены, его любили тренеры, его вообще любила страна. Один раз мы с женой, к сожалению, попали в аварию. И оба попали в больницу. И вдруг открывается дверь, и Александр Садовский такой, который вставил все спортивные фильмы, он вводит Николая Николаевича. Вот Николай Николаевич побыл у меня минут 15, приободрил меня, как и все такое. Он ушел. И вот сколько я оставался в этой больнице в день, человек 40 приходило и спрашивали, правда, что здесь был Николай Озеров. Он был необыкновенно популярен. Его популярность была сродни Гагарину Юрию. Именно он первым на всю страну начал раскатисто кричать во время трансляции и хоккейных, и футбольных матчей, как это делали коллеги в Латинской Америке. Терезрители моего поколения, доверите, капогнят, такой хоккей нам не нужен. Когда канадцы начинали хамить, били наших любимцев, наших ребят возле бортика. И Николай Николаевич в том числе и говорил, да, что делает Бобби Кларк, ну зачем же он по-хамски возле бортика бьет Валеру Харламова. Харламов прошел защитника Ории. Бол! Бол! Это действительно был голос Родины. Это действительно был голос советского спорта. Говорит и показывает Мадрид. Вы видите нашу команду. 11 лучших футболистов страны. Это 11 наших надежд. У страсти обжигающего власть, Когда все дали под ноги легли, Я песню написать хотела счастье, А получилась песня о любви. Заслуженный артист России Вячеслав Малежик Познакомился с Озеровым в 80-х, Когда тот был на пике славы. Именно он убедил музыканта начать играть в футбол. За команду артистов. Мне посчастливилось участвовать в этих шоу, В один раз играли ветераны спортака В спорткомплексе Олимпийском. И Николай Николаевич вел этот репортаж И его доброжелательность по отношению к нам. Такое легкое подтрунивание с улыбкой На нашими неуклюжими движениями По сравнению с тем, что творили спартаковцы, Которые зачастую нас просто пропускали, Давали возможность забить гол. На репортажах Озерова выросло не одно поколение комментаторов. Среди них и Владимир Гомельский. Я сижу и жду очередной игры. А Николай Николаевич мимо меня проходит. И он говорит, что сидишь? Что ты здесь делаешь? Сидишь, пошли со мной. Я тебе покажу, откуда я работаю. Он вдруг начал кашлять. А что он? Артист театральный. И говорит, что-то голос пропал. Не могу. Давай за меня. Щелкнул каким-то тумблером. Я сел на его место. Срывающимся от волнения голосом начинаю. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Наш микрофон установлен во дворце спорта в Лужниках. Он опять щелкнул тумблером. По плечу меня похлопал. Вставай, нормально все. Голос вернулся. И я понял. В этот момент я 12-летний. Понял, что меня разыграли. Обиделся. Из кабины выхожу. Николай Николаевич вслед. Мне говорит, комментатор из тебя получится. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наше очередное футбольное обозрение. В качестве комментатора Озеров побывал в полсотни стран. Вел репортажи с 15-ти Олимпиад. Ромель прыгает. Новый мировой рекорд. 30-ти чемпионатов мира по хоккею. Полупанов передает Шайп Кирсову. Вот он, первый гол. И после комбинации Петров забивает второй гол. Бол! Бол! Восьми планетарных и шести европейских чемпионатов по футболу. Удар! Гол! Друзья шутили. Он был женат на работе. Семьей обзавелся только в 47. Коллегам по спортивной редакции о рождении двойняшек он сообщил в свойственной ему манере. Ребята, у меня микст. Он к детям относился с большим трепетом и с гордостью говорил, что как только они родились, он им вручил членские билеты общества «Спартак». Так, ну можно не говорить, что лидирует в конце. Три минуты надо выкинуть. Огонь, это не надо. В 1988 году дядя Коли, как его называли коллеги Востанкина, ушел из профессии. Сожалел лишь об одном, что не удалось провести репортаж о финальном матче чемпионата мира по футболу с участием сборной СССР. Хоккеисты Минской юности выступали в суперфинале континентального кубка. До того, в декабре предыдущего 2006 года, в посольстве Венгрии и Белоруссии получал визу. И когда венгерский дипломат меня встретил в соответствующей комнате, о, мы рады приветствовать белорусского Николая Озерова. Возможно, в этом сравнении было какое-то преувеличение, но для меня такая оценка, ну, это, наверное, наивысший бал. Ловите свою синюю птицу. Вы ее поймаете. Она принесет вам еще счастье, радость и любовь. И будет торжество везде. Обязательно будет, Николай Николаевич. Роман Бирюков, Михаил Карелин, Федор Сербин, Роман Демидов и Артем Куковский. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова